здравствуйте в одном из стихотворений нашего великого земляка поэта николая рубцова который у нас родился в селе емецк есть такие строки но хочется как-то сразу жить в городе и в селе а вообще задумаемся возможно ли такое и ответ на этот вопрос возможно и еще как ведь не секрет что как минимум треть но хорошо но меньше не меньше четверти жителей наших городских окраин даже вот и целых центральных городских районов живут в частном секторе как в деревне своих деревянных домиках с огородами такие огородные улицы есть у нас соломболе на сульфате маймаксе на левом берегу циглами низокогорки на втором лесозаводе даже значит за кинотеатром русь есть целый квартал таких личных значит домиков с огородами но вот в чем дело в отличие от жителей сельской местности эти городские селяне не имеют никаких положенных жителям сельских территорий льгот и преференций вот пример для таких сельских личных подсобных хозяйств иначе называемых лпх предусмотрены специальные кредиты в государственных банках вот в россии хозбанки например случае если такой человек захочет стать фермером для него есть льгота на получение государственных субсидий но для этого человек должен взять справку с выпиской из похозяйственной книги которая должна вестись в местной администрации вы попробуйте прийти в городскую администрацию ну пусть даже в администрацию округа и попросить такую выписку на вас как на второго древарха посмотрят если вообще не выгонят еще момент мало кто в наших городах знает что каждому жителю области положено раз в 50 лет получить 20 кубометров леса на корню для строительства собственного дома да еще и определенное там я сейчас вот не помню точное количество леса для хозяйственных построек плюс лес на дрова ежегодно один мой знакомый житель вот нашего областного центра архангельска попытался как-то воспользоваться этим правом он как минимум два года если не больше ходил по разным чиновникам но так своего и не смог добиться а жители деревень это право используют правда конечно же везде в разных районах со скрипом но сложности большие но все-таки лес дают люди строятся помимо еще и другие есть программы строительство жилья в сельской местности и так далее но в городе почему-то эти областные законы игнорируют то же самое и с другими видами господдержки в приморском районе например каждому личному подсобному хозяйству купившему корову компенсирует часть затрат деньгами в городах о такой помощи даже никто и не задумывался да и некому задумываться вот на днях а буквально разговаривал с мэром годзишем значит и я ему тоже привел такой момент в громаднейших штатах нашей мэрии не нашлось места ни для одного чиновника который бы занимался вот вопросами поддержки какой-то помощи личных подсобных хозяйств даже дачники которых у нас каждый второй житель областного центра их ими тоже никто не занимается никто им не помогает в отличие от тех же самых серодвинска и новодвинска в которых штатах есть люди которые штатах мэрии которые помогают этим личным хозяйством которые помогают дачникам в решении их вопросов есть в городе архангельске несмотря ни на что масса различных сельхозяйственных земель которые заброшены о которых все забыли нужно ведь привлечь фермеров отдать им эти земли но опять же захочет ли фермер работать на земле в черте города где его существование никто не заинтересован вряд ли между тем раньше практически в каждом поселке например вот моей родной маймаксе действовали и коровники и свинарники колхозные овощехранилища в личных хозяйствах мучали коровы блеяли козы и сено косилось и картошка росла и все это в одночасье исчезло и никто об этом не вспоминает мой сосед по экономии говорит что все это кончилось вместе с приходом хрущева когда началось повальное вытеснение личных хозяйств но столько времени прошло ведь надо что-то сейчас предпринимать я считаю что это совершенно неправильно считать что города у нас только для горожан город должен развивать и свои сельхозяйственные окраины не менее интенсивно чем промышленные районы наверняка таких конечно новелл программе действующего городского мэра годиша не было необходимо сейчас изучить эти все моменты и заняться программами развития сельхозокраин областного центра ну и в других городах то же самое наша фермерская ассоциация готова проработать эти вопросы если конечно они нужны городским властям пока что закончить эту передачу мне хотелось бы словами из того же самого произведения рубцова меня все терзают грани между городом и селом с вами был михаил силантеф